Мы помогаем детям выздороветь. Мы считаем, что детям надо помогать. Второклассницы Аза и Самира – подруги. Их школа на одну перемену превратилась в рай для настоящих сластен. Вместо изрядно надоевшей пищи, ребят ждали пироги, торты и еще много всяких лакомств. Но самое главное – все это было приготовлено детскими руками с благой целью. Продавая сладости своим сверстникам, дети собрали деньги на благотворительность. Идея помочь своим ровесникам пришла ребятам на уроки добра, прошедшем 13 ноября во всех школах страны. Илона Смыр провела добрый урок в своей родной школе. При обсуждении, как бы мы, дети, могли помочь фонду, дети предложили, что они хотели бы устроить такого рода ярмарку, и всю свою продукцию продать, и деньги, вырученные от продажи этих явств, которые они приготовят, впустить на благотворительность. Юные кулинары продавали свои изделия с особым азартом. Детям было важно не только вкусно приготовить, но и все реализовать. Мы приготовили пирог, пиццу, привезли фрукты, конфосы, шубы, пироги. А для чего вы сегодня это делаете? Чтобы помочь больным детям. Торты, сладости всякие. Чтобы помочь больным детям. Школьники, отдавая по 10, 15 или 20 рублей за кусочек пирога или торта, прекрасно понимали, что этим самым помогают больным ребятам. Ярмарка, чтобы, ну, тут продаются, чтобы детям, чтобы помочь детям. Мне нравится помогать больным детям. У нас в реакции, посвященная больным детям, мы собираем деньги, чтобы отправить им на лечение. Мы надеемся, что мы собираем поприличную сумму, чтобы помочь им. Мне нравится. Перемена закончилась. На столах остались лишь крошки, а поварята вместе с покупателями ушли на урок. Директор благотворительного фонда Ашана Дживейра-Колосова вскрыла копилку с собранными на ярмарке деньгами. Итак, в присутствии комиссии Исайловича школы Марины Леонидовны, директора фонда Дживейра-Колосова и представителя компании Амабайла и Лолы Смырс, мы вскрываем ящик и производим подсчет средств. Деньги, собранные школьниками, считали все – и педагоги, и гости из Сухума, и наша съемочная группа. Дживейра, какая у нас сумма? Итак, 21 716 рублей. 21 716 рублей. Именно такую сумму собрали школьники новоафонской школы в помощь тяжелобольным детям фонда Ашана. Оказывается, для того, чтобы помочь своим сверстникам, вовсе не нужно даже взрослеть. Нужно просто хотеть помогать. И это получается. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.